Как шли бои, как погибали ребята. Узнать хоть что-то о пропавшем без вести. Студенты Анапского филиала Московского педагогического университета смотрят фильм про то, как ветераны афганской войны, несмотря на сложную обстановку в этой стране, ездят по местам боевых действий, чтобы узнать о судьбе почти 300 советских солдат, которые считаются пропавшими без вести. Роберт Лавров воевал в разведывательном батальоне. Их направляли на самые опасные участки. Вспоминает, что после учебки мог остаться там же сержантом, но пошел рядовым в Афганистан. Были подразделения, где до 98% ребят писали заявление о том, чтобы добровольно пойти служить в Афганистан. Два ордена Красной Звезды есть далеко не у многих. По словам ветерана, в момент боя о наградах никто не думал. И сегодня сражение на втором плане, хотя Афганистан – часть жизни. Друзья снятся. Друзей вспоминаю. Потому что самое-самое лучшее, что было, это люди, это ребята, которые в таких условиях показали себя, проявили себя максимально. С такой стороны, что в обычной жизни, в обычных условиях этого никогда не будет. Это именно вот когда время, когда обстоятельства вокруг тебя сжимаются так, где на выбор решения практически не остается. Александр Васильченко пришел на встречу с ветеранами вместе с группой. О том, что была война в Афганистане, узнал еще в школе. Сегодня открыл для себя новые подробности. Если честно, я не знал, что еще потеряны люди. Я уже думал, большинство нашлось. Оказалось даже неприближенно большинству. Там из 300 человек нашлись только 20. В фильме ветераны общаются с бывшими противниками, которые, узнав, что это те самые шурави, встречают их как гостей. Это памятка войну-интернационалисту. В приложении, помимо короткого словаря, карта с заводами, электростанциями и другими объектами, построенными при участии СССР. Сегодня простым афганцам есть с чем сравнивать.